Самое главное, с чего нужно начать, это с того, что причина находится в нашем сердце. Жизнь подлинная, она действительно обретается именно в сердце, когда сердце, собственно, и приобщено к жизни, а наша жизнь — это Господь Бог. И вот раздражительность, на самом деле, она появляется в немирном сердце, а сердце немирное, когда, ну вот, не по-моему поступили, да, вот я думал так, поступили иначе. Я же ожидал одного на работе, допустим, да, а там все пошло не так, как мне хотелось. Из-за этого происходит такой внутренний конфликт, и из-за этого выброс такой внутренней энергии, недовольства, накопившееся недовольство, оно выплескивается в виде раздражения. А причина-то в том, что мы хотим, чтобы все время было по-моему, и вот не храним своего сердца от этого искушения. А ты прими то, что тебе дано, вот как попущенное Господом. Господь тебе это попустил, значит, это нужно для твоего духовного преуспения. Не думать о том, как другие не такие, там, дети не такие, не так асфальт проложили, вода не так течет, да, там, капает из крана и так далее. А постараться свое сердце очищать на уровне самых вот мельчайших мыслей и чувств. И как только ты чувствуешь, то к тебе подступает вот это внутреннее возмущение, да, оно начинается вот с этого недовольства, что вот что-то не так вот не по-моему пошло. Ты тут же переключись на молитву, скажи, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. И искренне вот от сердца про себя произноси эту молитву и увидишь, что через очень непродолжительное время эта вот волна чувств, она отступит. И когда ты смог вот перебороть этот первый наплыв недовольных чувств, мыслей, то страсть отступает в сторону.